Оркестр УКПП и солдаты в парадной форме встречают гостей. Первым подъезжает главный милиционер области, а за ним уже видны машины мэра и других квитперсон. На торжественном собрании сначала поздравляют и одаривают отличившиеся по службе, а в казармах продолжается обычная солдатская жизнь. Дежурный по роте Андрей Меркушев следит за соблюдением распорядка. По распорядку у нас 6 часов подъем ежедневно, в воскресенье до 7 спим, подъем до полчаса в утренний туалет, бремемся, моемся, потом утренний осмотр, в 8 часов мы убываем в столовую. Сегодня у большинства военнослужащих внутренних войск выходной. Евгений Чепигин этим воспользовался, чтобы почитать книги. Как-то немножечко пытаемся досуг свой занять и как-то развиваться, потому что мы в армии, но все же. Эти 19-летние парни проходят специальную подготовку, ведь многим из них приходится конвоировать преступников. Эти люди, они работают со спецконтингентом. Как правило, это за убийцы. То есть те люди, которые имеют очень серьезные преступления. То есть они готовы на все, и поэтому солдаты должны быть тоже морально и физически готовы. А в столовой почти готов обед. Праздничное меню от обычного не отличается. Борщ, можете посмотреть. Борщ на второе сегодня каша рысовая с мясом. Мясо, подлива мясом. Солдатское ежемесячное довольствие 150 гривен. Контрактники получают больше, около полутора тысяч. Желающих послужить Родине за деньги не так уж и много. Люди пока, конечно, нам не идут. Но по заявлению президента Украины, что в 2017 году у нас армия будет контрактная, заработная плата личного состава будет увеличена. Я думаю, что люди, конечно, к нам пойдут. С переходом армии на контрактную службу внутренние войска могут переименовать жандармерию. Окончательный вариант выберут в ходе конкурса, который вскоре объявят в киевском главке.